100% результат Департамента образования региона отчитывается о промежуточных итогах ЕГЭ. 100 бальников в этом году больше, чем в предыдущем – 29. Самым успешным и по количеству лучших результатов, и по среднему баллу стал русский язык. К слову, в этом году справились на все 100 с ним 14 человек, в два раза больше, чем в 2017. Количество тех, кто не справился с единым экзаменом, все меньше. Также есть особый повод для гордости. В этом году, мы считаем, у нас прорыв. Профильную математику ребята сдали, и средний балл показали почти 50, 49,93. Этот результат выше, чем средний балл по Российской Федерации, который опубликован. И всего 5% участников не справились в основной период с этим экзаменом, в то время, когда в прошлом году 15% было таких ребят. 100 баллов не самоцель, но важный результат для всего региона, не только для сдающего и его семьи. В этом успехе труд всех – самого ребенка, его учителя и школы. Даниил получил высший балл по обществознанию. Этот предмет сложный, объединяет в себе политологию, социологию, экономику и философию. Готовиться приходилось и на уроках, и после них. Перечитаны сотни страниц профильной литературы. Если честно, сам этот экзамен по обществознанию прошел для меня очень сумбурно, потому что было, во-первых, плохое самочувствие и все такое. Цель, конечно, всегда такая стоит, но чаще, я думаю, это дело случая, как повезет с Кимом, как повезет с проверяющими и просто собственный настрой. По моему мнению, двух часов по обществознанию в неделю – это, конечно же, недостаточно. Вы, как и говорят перед самим экзаменом, во время инструкции, способный написать сам экзамен, сдать его, но не на очень хороший результат. Два часа на целую науку, которая включает в себя обширный курс знаний, вы просто не обхватите это. Необходимо готовиться читать, работать над собой, над своими знаниями. Даниил сдал 4 ЕГЭ, получил по сумме 360 баллов. Теперь планирует штурмовать экономический факультет Высшей школы экономики в Москве. Вот такие целеустремленные ребята и достигают успехов, уверен учитель истории общества знания гимназии номер 30 Виктор Юрьевич. Как готовить к успешной сдаче экзамена, он понял уже давно. Натаскивать, может быть, не нужно. Рассказать о специфике самих заданий и, наверное, постараться заинтересовать детей предметом. А натаскивать, наверное, бесполезно. Если ребенок сам не захочет научиться, даже будь учитель семи пядей во лбу, вбить в голову то, что ребенок туда не пускает, наверное, невозможно. Самое главное – это желание самого ребенка. В 30-й гимназии общество знания сдавали 40 человек. Общим результатом школа гордится. А ей, в свою очередь, гордится департамент образования. По количеству высоких результатов она вторая в областном центре. Первое место у 67-го лицея. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.